Евгений, на прошлом стриме мы собрали цель «Лето в искусстве». Лето в искусстве? Да. Ой, лето в искусстве. Ну, лето в искусстве, во-первых, если вы бываете в усадьбах, в виллах римских, итальянских, если вы бываете в шато-французских, если вы бываете в таких, тоже в имениях в Англии, в дворцах в Германии, в дворцах в России и так далее, везде, как правило, я бы сказал, чуть ли не в 80-90% были такие залы с временами года. То есть это панно, это фрески, это подвесные картины холст-масла, это гравюры, где изображались все четыре временные года. И изображали, как правило, их самые выдающиеся художники. Допустим, перед двором Людовика XIV работал Антуан Куапель. Он создал такое, да. Но очень многие, очень многие и времена года ассоциировались, как правило, не только вот сбор урожая или посев и так далее, но это какой-то бог, если вот уже осень сбора урожая, допустим, это какой-нибудь ваг и так далее, и так далее. И поэтому обратите внимание на именно архитектурный интерьер, я бы так выразился, всех крупных дворянских жилищ с XIV по XIX век. Как правило, вы найдете везде один зал, где будет все четыре времени года, в том числе лето. Но, конечно, авторы, различные авторы, они тяготеют, возможно, к какому-то времени года, да. Ну, допустим, если мы возьмем Россию, да, то очень летний, очень такой насладительный, тёплый, он любил не просто вот лето, а чтобы тёплый летний вечер, ещё по аналике, конечно, это Сомов. Сомов абсолютно летний автор. А, допустим, Айвазовский, да, у него море во все, так сказать, сезоны, но часто пейзаж с летом. Замечательный Куинджи, потрясающий летний. Причём у него лето совсем с грозами, с бурей, вот всё, архив Куинджи. Замечательный, это у нас, да. Я не беру там что-то самое, Медведин на отдыхе, Ишишкин и прочее, это всё понятно тоже. Вот. Замечательно изображал лето, как антураж красивых и красиво одетых дворянок и дворян, брюлов, причём разные брюловы, разные члены семьи брюловых. У них так замечательно всегда летний виноград, летнее дерево, летний второй план. Ой, обрамляет потрясающе совершенно, да. Из западных, из западных мы понимаем, что жаркий автор Караваджо, но Караваджо, он, конечно, очень спелый автор. Ему нравились плоды, спелые, так сказать, сюжеты, большая, такой яроскура уже ближе туда, к осени, хотя у него летние персонажи жаркие в осени, вот у Караваджо. Лето, лето, ну, конечно, Клод Лорен, у которого идиллические пейзажи, они настолько беспроблемные, беззимние принципиально, беззимние, они вот у него летние, это его летний автор, у него всё тепло, у него Европа не замерзает, у Клода Лорена, значит, у него там никакие трубы не прорываются, никакого шантажа нет, у него всё вот так вот, поэтому лето в искусстве. Вот, и, соответственно, гравюра в том же самом, потому что гравюры часто копии. Есть самостоятельные произведения, но часто копии. Ну и так далее. Вот один вариант такой, да. А так, лето в искусстве, ну, полотно, кинематограф тоже полотно, поэтому очень разное, можем посмотреть жаркое лето в Гатаопарду, в Леопарде с сицилийской пылью, можем посмотреть такое неореалистическое кино в Советском Союзе, июльский дождь Марлена Хуциева, да, романтика такая вот летняя. И в душе лето, и на улице лето, но дождь, но дождь – это вот романтика. Пожалуйста. Поэтому вот примерно так. Но я бы обратил внимание на то, что редко обращают внимание, прямо пройтись по амфиладам дворцов и усадеб и найти. Ну, где-то какие-то дикари могли уже это уничтожить, да, но, как правило, был зал, иногда ротонда, иногда ротонда, где изображались все времена года и лето обязательно. Вот такой вот ответ. Субтитры создавал DimaTorzok